Здравствуйте, мои дорогие подписчики на канале Институт Огородных Девиц. Сегодняшняя тема Божья коровка и картофельная коровка. Что это такое, чем они отличаются, и что делает Божья коровка, и что делает картофельная коровка. Они очень и очень похожи. Отличаются они тем, что Божья коровка, их очень полезно собирать и приносить в теплицу. Они с большим удовольствием уничтожат тлю. А вот картофельная коровка, она не такого цвета. Она красная, как нам кажется. Но вот это красный цвет, а вот это оранжевый цвет. Так вот, картофельная коровка очень похожа на Божью, но она бура, рыжая. Или рыжая. И точек у неё 28. 28, то есть куда больше, чем у Божьей коровки. 28-точечная коровка. И эта картофельная коровка, она, пожалуй, даже по уничтожаемости картофельных листьев превосходит даже колорадского жука. Бороться с ней можно. И никакой сложности в этом нет. Если эта тема появилась, вот задали вопрос на Ютьюбе. Редко очень задают такой вопрос, но задали. А темы такой на самом деле ещё не было ролика. Поэтому решила сделать прямо сегодня и с утра. Смотрите, значит, с июня месяца по середину августа картофельная коровка, поражая все виды послёновых растений и не только, и огурцы может прихватить. Она начинает свою деятельность с того, что поедает листья, выгрызает их и откладывает яйца. Они такого светло-светло, прям морковного цвета. И заметить их очень легко. Да и сами насекомые, они же не ночные жители. И вы тоже их увидите. Так вот, эта картофельная коровка откладывает большое количество яиц. Каждая из них взрослая особь и личинка может уничтожить практически до 70 сантиметров квадратных зелёного листа. Ну, представьте, почти метр квадратный только одна особь может уничтожить. И что при этом происходит? Личинка, когда уже готова к тому, чтобы окуклиться, да, она выделяет слизь. И сидя на картофельном листе, выделяя эту слизь, эта слизь покрывает картофельный лист, прекращая процесс фотосинтеза. И всё, что есть там под плёнкой, просто погибает и засыхает. Вот что происходит. Поэтому бороться с ней можно. И когда мне пишут, что я только не делала, вы уже знаете, да, терпеть не могу эти выражения. Ничего ты не делала, потому что иначе бы этого безобразия не было. У вас 20 культур на участке овощных. Плода овощных, корнеплода овощных, без разницы, 20, не больше. Вы что, не можете себе завести тетрадку и написать там каждую культуру, все их болезни и все вредители, и чем с ними справляться, и как они выглядят? 20, не 200, всего 20. Так вот, отличие я вам сказала, когда она начинает откладывать яйца, сказала, значит, помните, 28-точечная насекомая. Не божья коровка, картофельная коровка. Значит, и эта коровка при троекратной обработке фитовермом через 5-15 дней совершенно потеряет свою актуальность. Понимаете? Но вы этого не делаете. Вы все ждете. Ждете, пока засохнет листья картофеля. Совсем засохнет. Значит, второй препарат, который работает прекрасно против и личинок, и всех остальных особей, да, в разной стадии, это битокси-бацилин. Ну это же просто. Ну в конце концов, июнь месяц наступил. Что мы делаем, когда нас доспекает колорадский жук? Вы забыли этот препарат? Караген, конечно же. Никакая картофельная коровка не станет есть отравленный лист. Срок ожидания 21 день всего. И я бы даже бы рискнула обработать не один раз, чтобы никаких поколений не было на картофельных листах. И уж яиц тем более они не успели отложить. И не смогли отложить, потому что есть им будет нечего. То, что они откусят кусочек листа, тут же и ласты загнут свои. Вы меня не слышите. Послушайте, приходит время, когда очень тяжело бороться за еду. Мы начинаем конкурировать с армией насекомых. И нам надо знать наших обидчиков в лицо. Они не имеют права все съедать. Мы-то что будем есть? Ну да, это как бы их место обитания, наши дачи. Ну а мы в городе что, у вас фазь будем картошку высаживать или там помидоры? Запомните, что картофельная коровка. И вот вы, она очень плодовита. И вы должны всю ботву собрать осенью и сжечь ее. А если и закопать, то на глубину не менее 50 сантиметров. Всю ботву. Вы должны помнить, что вспашка осенняя. Не ранняя, нет, не ранняя. Всегда поздняя вспашка осенняя с оборотом пласта или перекопка, что лучше всего. Загнали вилы, перевернули пласт. Вот они здесь. На 20 сантиметров обычно глубину закладываются личинки, яйца. И сами взрослые насекомые туда уходят. Ну давайте их вывернем, пускай они замерзнут к чертовой матери. И посейте мяту, не любит эта зараза, не любит запаха такого, не переносит. Вообще резкие запахи почти никто не переносит. Поэтому мята очень хорошо отпугнет ее. Если у вас на даче, как бы, даже на огурцах это картофельная коровка, такое может быть. Она же тоже пленку там свою распустит и все засохнет. И вы должны понимать, что двери должны и форточки быть затянуты, есть такая оконная сетка мелкая. Туда коровка не проползет. И грядки, и теплицы, окна там, и двери, все затянуто. И это тоже обязательно. А как вы хотели? Я понимаю, что некоторым лень, а некоторым жаба давит, жадность. Но другого нет варианта. Мы живем совсем в другом мире. Мы друг с другом конкурируем за еду. Вон что делается на рынках зерна. А вы думаете, что эта армия нас пожалеет, летающих? Да? Которые едят беспрестанно просто все, что вокруг них. Нет, конечно. Значит, ну вы меня услышали, я надеюсь, да? Значит, фитоверм трижды через 5-15 дней в сезон. С начала июня до середины августа идет отрождение. Причем, по-моему, трижды они будут отрождаться. Это и фитоверм, это обитоксибацелин, ну это карраген и прочие, которые дадут возможность, то есть не дадут возможность этим насекомым расплодиться и лишить нас самого любимого овоща, самого необходимого, это картофель. На этом все. Пока-пока. Пока.